Бокс мод радар от Huga Vapor на две батареи в пластиковом корпусе, легенький, на лето, ну еще видите, может быть в камо цвете. Ну давайте на столе подробнее разберемся, насколько он крут и с чем его можно использовать. Поехали! Бокс мод райдер. Боксер райдер от компании Huga Vapor. Так, одно из того, что у нас полезного есть. Вот у нас есть комплектация, что у нас в комплекте, собственно, идет. Указано, что какой цвет это райдер в цвете камо, то есть камуфляж и зеленый. Указано, что это версия 2 апгрейдженная. Ну и боксер райдер, все такое. Вскрываем. Вскрываем. Здесь у нас вот инструкции все в бумажке. Инструкция на английском языке. Вот USB такой вот небольшой кабель. Думаю, что если вас это смутило, то я думаю, что у вас всегда есть, думаю, штук их 3-4 запасных на всякий пожарный. Так, здесь у нас есть такая вот небольшая инструкция. Не очень информативная, но да ладно. Гарантийная карта и какие батарейки можно ставить. Так, что-то что-то еще должно быть. А, во, я пропустил. Есть еще возможность проверки на оригинальность на сайте производителя. По характеристикам. Мод у нас работает от сопротивления 0,06 до 3 Ом. Имеет высоту 84 мм, 42 из 40 мм какой-либо там в самой широкой и самой узкой части. То есть, вот в этой у нас получается 42 мм, а вот в этой у нас получается 40. Рассчитан на две батареи 18650. Мод выполнен из пластика. Вес в районе где-то 80 грамм. Еще что могу сказать, что он идет у нас с чехлом. То есть, это не сам мод, это у нас чехол, который идет в комплекте с самим модом. Может заряжаться током в 1 Ампер. На борту, на борту, на борту. Ну, снизу у нас указывается, что это боксер, дизайн байбоксер, мануфактуринг, хугавапр. Это не совсем пластик, в таком понимании. Это капрон, может быть он в нескольких цветах, в красном, в черном, вот в таком камо. Ну, вот зеленый чехол у нас идет, и внутри у нас такой камуфлированный сам мод. Конечно, все это дело у вас будет проще, когда он, не знаю, там, поживет какое-то время. Пока это изначально все снимается тяжко. Ну и хорошо, на самом деле, вот, еще указано, что радар. Раньше, кстати, вот в первой версии, вот здесь не было ничего пропечатанного. Просто был такой вот однотонный чехол, и все. Так, внутри у нас вот кнопочка Fire, плюс-минус, USB-зарядка. Тут какая-то пауза, написано Shrader. Держится это все на четырех магнитах. Ну, четыре здесь, четыре здесь. Шахта под батареем. Здесь нет никаких шлейфов, но на самом деле они тут особо не нужны. Коннектор стальной у нас, с подпружиненным пином. Коннектор такой же устанавливается в Huga Boxer V2. Ну, плата тут уже такая обновленная, немножко другая индикация. И данный мод, в принципе, отлично работает при даже сопротивлении 0.08 Ом. Так, я устанавливаю аккумы. Можете особо не бояться вот этих вот систем, да, там, где у вас не подпружиненные какие-то пины, а клеммы. То есть, оно вполне нормально работает, ничего у вас там не сорвет, но оно просто даже не сможет сорвать. Честно, если вы посмотрите, сейчас я вам точнее покажу. То есть, там загнуто вовнутрь, и никаким макаром он не зацепит изоляцию. Никаким, ни снизу, ни сверху. Тут какой-то есть, конечно, клей. Видно остатки. Видно, когда магниты клеили, что-то тут пошло не так. Ну, ладно. Так, ну и вытаскивать их просто. То есть, показываю. Сейчас два поставлю. Никаких сложностей в снятии аккумуляторов нет. Так, крышка держится хорошо на четырех магнитах. Все, в принципе, собрано хорошо. Ну, бабах, мы все это дело включили. Сразу запросил это новый коил или старый. Вот, видно, что используют на 0.13. Вы нажимаете плюсик. У вас сразу максималка, чтобы из малиной не казалось. Показывают заряд двух батарей. 4.007, 4.01. Сопротивление 0.13. И две каких-то волшебные тяги. Так. У нас есть такой вот. О. Вот, мы можем с одного начать. И пошли поднимать. Теперь по меню. Ну, еще хотел сказать, что браво в Гуне. И вообще, я думаю, что в Гуне на данный мод без чехла просто бомба. Свет, конечно, очень хорошо сочетается вот с этим зеленым камом. Просто прекрасно. Так. Мы нажимаем три раза. Переходим в режим Power. Дальше у нас термоконтроль для титана, никеля, нержавейки. Режим Bypass. Это все, что у вас есть в аккумуляторах, будет кинуто на испаритель. И, собственно, C1. При хит у нас есть вот преднагрев. Преднагрев. Преднагрев два раза нажимаем, когда мы включили преднагрев. То есть, мы, вот у нас 10 Ватт, плюс 10 Ватт, одна секунда. Ну, я думаю, что тут можно даже сделать минус. То есть, здесь можно сделать такой преднагрев наоборот. То есть, чтобы у вас не было, к примеру, там 80 Ватт. У вас будет изначально одну секунду запускать 70, к примеру. То есть, от текущего Ваттажа, от текущего значения, вот у нас минус 2 Ватта. То есть, вы можете сделать плюс и также минус. Ну, и два раза нажимаете и выходите из этого режима. Puff Clear. То есть, очистка и стандартно. Так, а вот здесь вы два раза нажимаете, и вы не попадаете в режим преднагрева. Так, еще хотел посмотреть, что такое C1. Это мы снова проходим. C1. Это тоже преднагрев, только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семиточечная. То есть, вы можете выставить такой эквалайзер мощности, который у вас будет там добавлять, убирать. Ну, поиграйтесь. Я не могу ничего сказать. Где-то он может действительно отработать хорошо. Все зависит от вашей тяги. Вот эта подстройка, она важна под вашу тягу. В принципе, можно чего-то добиться, какого-то улучшения. Я не буду говорить, что это будет глобально, но добиться можно. Так. Ну, и, собственно, выход у вас в двухкратном нажатии. Это режим C1. В C1, все. Так. Пятикратный у нас OFF. Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то волшебные кнопки в выключенном режиме. Волшебных комбинаций не существует. Так. И плюс, и фаер. Ой, минус, и фаер. Тоже нам ничего не дает. Так. Давайте мы берем в Power. Power это режим, то есть, что вы написали, 43 ватта, он будет автоматом отдавать. У вас есть Rotation, то есть переворот дисплея, либо Stels режим. Ну, в стелсе вы сами видите, что ничего не происходит. Так, все, мы включили дисплей. Так, и две кнопки, если мы зажимаем. Power Locket Hold, то есть, не плюс, здесь не работает. Так, а фаер? Фаер работает. Итак, ну, в принципе, все. Ну, давайте добавим мощи. А, давайте разблокируем все это дело. А, фаер и минус у вас блокируют сопротивление. Я немножко, конечно, криво держал, но мне тоже как-то надо было все это рассмотреть. Я прошу прощения за это. Если что-то там не увидели, прошу прощения. Так, 102 ватта, это, конечно, намного. И мы перейдем к 78. Ну, я попарю на этом баке, потом я поставлю дрипку. Я не знаю, что будет в профите. Ну, что тогда будет, я расскажу все, что я думаю об этом моде. На самом деле, я знаком с этим модом. Ну, вот, мне он очень нравится. И об этом в профите. Поехали. Бокс-мод. Райдер, 519, внешний вид, сборка и прочее. Ну, я хочу отдельно отметить каму. Ну, вот, камуфляжный цвет. Я все время думал, ну, какой реально бак. Какой цвет будет хорошо смотреться вот этим зеленым. То есть, такие моды там достаточно хорошо покупают. Но всегда у меня были сомнения, что стальной как-то вообще не будет. Черный, ну, как-то тупо. И вот, гун. Гун, вот, идеальное сочетание. Кама, то есть, оружие с камуфляжом все-таки сочетается. Хорошее сочетание. Дальше, что касается сборки. Вот, ну, еще о каму. Вариант в каму, он, пластик немножко другой. То есть, я не знаю, это капрон или пластик. Ну, вот он немножко действительно другой. Потому что в черном цвете он еще такой, как бы, переливается. Ну, это уже на любителя, думаю, никаким образом это не влияет. По сборке. Сборка хорошая, все держится хорошо. Магниты держат хорошо. Батарейки вытаскиваются хорошо. Кнопки работают отлично. Ну, все, в принципе, все сделано на уровне. Хугавапор, потому что достаточно много у нее хороших, адекватных модов. И мне нравится эта компания. Ну, по крайней мере, пока. Ну, бывают, конечно, моменты, особенно с последней моделью. Ну, это такое. Так, по коннектору. Еще могу сказать, что просто прекрасный. Он взят с боксера второго. Этот коннектор практически неубиваемый. Я видел один раз, что его ушатали. Но это надо было постараться. Не знаю, каким образом это произошло. Его вдавили туда полностью. Но, на самом деле, я сам использовал боксер достаточно долгое время. И вот, ну, нету модели боксера V2. И могу сказать, что вот коннектор у него прекрасный. Никаких проблем с просадками. Пина вообще не наблюдается. По кнопочкам и остальному. Кнопки все четкие. Работает все хорошо. Никаких фальстартов тут нет. Дисплей мне понравился. Вот информативность. Да, такой как бы маленький. Ничего там особого нету. Но все достаточно четко, ясно и понятно, где. Меню удобное. Преднагрев есть. У вас как плюсовой, так и минусовой. Есть семиточечный. Здесь вы можете играться. Я не буду говорить, что я там сильно балуюсь им. Или баловался, да. Но вы можете поиграться. Может, вы для себя что-то реально найдете. Байпас. Ну, как по мне, бесполезная функция. В остальном, что касается работоспособности, однозначные плюсы. И еще. Эта плата допиленная, доработанная. Эта плата, ну, она не то, что перекочевала. Она с Huga 133, с боксера V2. У них были всех похожие платы. Здесь он разряжает аккумулятор даже ниже 3,2. Конечно, он будет терять в мощности. Но он будет работать даже при 2,9. И, в принципе, где-то в 2,8 он заканчивает. И говорит, все, пацаны, пока пошли заряжаться. Но при... Ну, до 3,2 он работает отлично. Но, хотел сказать, что тоже, но, что я остановился. Касательно, касательно, касательно работы самой платы на сопротивление ниже 0,1 Ом. Или там 0,1 Ом, да. Как бы у них были такие моменты, что плата перегревалась. Вот эта плата работает идеально. Она работает, на самом деле, идеально именно в этом корпусе. И, на самом деле, она бы работала нормально и в других корпусах. Но, так как они не очень делают компактно посадку платы, происходит перегрев. Так, у нас сколько тут? 83 Вт, что он определил. Здесь 0,09 Ом. Ну, ладно, соточку дадим. Соточку даже, 106. Сейчас закапаюсь. Секунду. Я ее не тестил, но, на самом деле, этот бокс мод я тестил ранее. Именно этот бокс мод я не тестил. Работает прекрасно. Замечательно. Еще что можно добавить, что очень легкий летний такой вариант в отпуск, на охоту, на рыбалку, на пляжик, на все что угодно. Я не буду, да, он не дешевый, но вот именно легкий вариант на две батарейки, по весу как однобатареечный мод, с собой, не знаю, я не буду говорить, что не жалко, конечно, жалко было бы его потерять. Но вот такой вот вариант на лето. Да, тоже не на лето, вот на использовании. Да, плюс еще есть чехол, который я снял в самом начале. Честно говоря, я не очень люблю чехлы. В большинстве случаев я их не использую, потому что там обычно туда заливается конденсат, потом превращается все это в болото. Ну, чехол есть, вы можете его использовать, если вам это все подходит. Да, он получается тогда более противоударным, и тогда вот в экстремальных видах спорта и тому подобное будет, наверное, вообще в идеале. И это хорошо, что вот есть такой девайс на самом деле на рынке. Очень хорошо. У меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.